Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Опубликовали в федеральном списке памяти врачей, скончавшихся за время эпидемии коронавирусной инфекции. Сейчас в списке 67 имен, среди которых есть и врач из Курской области. Этот скорбный перечень постоянно пополняется. По информации администрации региона, Игорь Татаркин попал в областную инфекционную больницу имени Семашко две недели назад. Состояние 54-летнего доктора было стабильно тяжелым. Он находился на аппарате ИВЛ. Вчера в первой половине дня его не стало. Эта смерть стала в регионе шестой с начала эпидемии. Также новость о смерти подтвердила коллега врача Елена Агеева. Сегодня утром ушел из жизни Татаркин Игорь Геннадьевич. Пишу и не верю, что мой учитель и большой брат больше не с нами. Вот и ответ тем, кто спрашивает, а есть ли вирус. Геннадьевич выиграл столько боев за жизнь других, а сам проиграл ковиду, вечная память. Кроме этого, свои соболезнования и слова поддержки семье врача выразили и другие коллеги Игоря Татаркина. Боли слезы и такая безысходность. Умирают коллеги в расцвете сил на трудовом посту. Еще и с болью в сердце, отношением общества и государственных чинов, к медицине как к сфере обслуживания. Что же такое? Гибнут наши лучшие коллеги, вечная память, наши герои. Спасибо, что спасаете людей, но берегите себя, вы всем нужны. Трагедия уже далеко не первая, просто хочется реветь. Вечная и светлая память Игорю Геннадьевичу и другим его коллегам, кто ушел в мир иной от этой пакости и не только, и родственникам соболезнования. Сгорая сам, свети другим. Спокойся с миром, доктор. Соболезнования родным и близким. Всегда было спокойно хирургам работать с этим профессионалом. Добрый и неунывающий оптимист, светлая память. Спасибо, доктор, что вы были. Соболезнования родным и близким. Отметим, что Игорь Геннадьевич Татаркин заведовал отделением анестезиологии и реанимации. На сайте «Врачи России» сказано, что у Игоря Татаркина 27 лет стажа. В 1993 году он окончил Курский государственный медицинский университет, «Лечебное дело». В 2015 году там же повышал квалификацию «Анестезиология-реаниматология». «Анестезиология-реаниматология» «Анестезиология-реаниматология»